Привет дорогим моим и любимым зрителям! Сегодня идет новая неделя. Я снимаю видео мантра неделя. Давно мы с вами не виделись. Целую неделю я не смогла снять мантру. И это не потому, что я заболела или что-то случилось. И спасибо вам, мои дорогие, за то, что заметили и спросили меня. Но дело в том, что была очень-очень-очень сильно занята. Даже в выходные, так как правим мы с ребятами статьи на научную конференцию «Молодежь и наука проспекты свободной». И на сегодняшний день у нас уже 16 статей научных готово. И каждую я проверила. Многие по 4-5 раз пришлось переделывать. Поэтому реально заняло все мое время. И также весь мой интерес, наверное. Потому что нельзя сказать, что время – это единственное, что отделяет нас от реализации наших планов. Еще есть такой большой пунктик, как интерес. И вот что в данный момент наиболее интересно и важно, к сожалению, приходится это и делать. Вот. И не остается время на мое маленькое хобби. Вот таким вот образом. Но еще раз хочу сказать спасибо за то, что написали мне за это время массу положительных отзывов на мои предыдущие видео. Что спросили меня, что случилось, почему не выкладываю мантру недели. И также, конечно же, хочу сказать спасибо моим старым и новым подписчикам, которые, несмотря на то, что не было новых видео, у меня прибавляются ежедневно на моем канале. Ну а сегодня, после небольшого отступления, мантры недели. И для меня это мантра – любить людей. Вообще, я хочу сказать, что прежде всего хотелось бы объяснить мою позицию относительно того, что значит любить людей. Вот смотрите, любить для меня – это значит принимать. Принимать таким, какой он есть или какие они есть, какая она есть. Не задавать вопросом, почему так и как это можно исправить. Потому что если мы начинаем исправлять что-то в другом человеке, то, естественно, происходит то, что разрушает эту самую любовь. Если же мы любим, безусловно, любим человека просто за то, что он есть и за то, что он нам интересен, то, конечно же, здесь и возникает вот эта вот самая настоящая, чистая, искренняя и безусловная любовь. Она не требует материальных доказательств любви, она не требует каких-то иных ещё форм проявления. Она просто есть. Я уверена более чем, что любить за что-то, любить за то, что он такой хороший, такой умный, замечательный – это не значит любить, это значит находить себе оправдание почему-то с этим человеком и так далее. Потому что любовь, она действительно безусловна. К этому я пришла не сразу в своей жизни. К этому я долго училась, занималась духовными практиками и йогой практически всю свою сознательную жизнь. Училась много йоги здесь, училась за границей. И поэтому с течением времени пришла вот к этому состоянию своему принятия людей и любви людей. Естественно, это не значит, что люблю я всех-всех-всех на свете, что я принимаю любых людей, преступников, людей, которые совершают какие-то очень плохие для общества поступки. Нет, но это не значит, что я каждого пытаюсь переделать под себя. Это значит, что я пытаюсь понять, что вот этот человек, он такой, он уникальный, и, соответственно, если он мне не нравится, я просто должна отойти в сторону. Я не должна пытаться его переделать. Я просто или принимаю, или не принимаю. Если я не принимаю, я не впускаю в свою жизнь, я полностью вычеркиваю своих воспоминаний. Я не общаюсь, никак к этому человеку не отношусь, будь он мужчины, женщины, дети. В любом случае я ограждаю себя, потому что себя на самом деле, конечно же, я люблю больше, чем окружающих меня людей. И поэтому то, что вредит лично мне, в мою жизнь, я пытаюсь не впускать, или же выгнать из своей жизни, либо же минимизировать мой контакт. Вообще я заметила, что человека, который любит людей и любит жизнь, нужно оценить очень-очень сильно по достоинству в настоящее время, потому что мы стали какими-то такими капризными и чёрствыми, что просто-напросто постоянно воротим друг от друга нос. У нас есть у всех такая странная привычка критиковать, без видимой на то для меня лично причины, не пытаться понять, а пытаться в противовес что-то сказать, постоянно спорить, ругаться. И, собственно говоря, таких людей, по моему мнению, лично большинство. То есть мы стараемся переделать всех под себя, но, к сожалению, это невозможно. А более того, если это и возможно, то доступно это очень небольшому количеству по-настоящему харизматичных, по-настоящему сильных, властных и каких-то уникальных людей. То есть есть, конечно, такие люди, к которым хочется стремиться, для которых хочется расти, для которых хочется улучшаться внешне и внутренне. Но таких людей это настолько мало, но их энергетика, она как солнце, она настолько сильная, что покрывает множество-множество-множество людей вокруг, и все-все начинают уже тянуться к этому человеку. Но эти люди, они обладают большой, сильной, светлой энергетикой. И поэтому они притягивают буквально как магнит к себе. Конечно, если вы такой человек, то я уверена, что и вы тоже понимаете, что людей нужно любить. Я уверена, что и вы тоже любите людей. Если же вы не обладаете такими магнетическими способностями, то, по крайней мере, можно начинать меняться с малого. Начинать меняться с того, что перестать ходить как угрюмой и угрюмым, перестать сердиться, перестать завидовать, перестать постоянно ворчать, быть недовольной. И, собственно говоря, тогда люди к вам потянутся. Мир заиграет совершенно новыми красками, если к жизни мы будем относиться позитивно, если к жизни мы будем относиться просто, и если мы будем постоянно налегке. Я хочу ещё раз пояснить, что значит вообще жить легко. Если мне сказать, что мы должны что-то сделать, то мы это, я имею в виду, на работе, что-то нужно сделать, зачастую я возьмусь за это с большой радостью. Если я увижу какую-то возможность для того, чтобы мои студенты развивались, я также предложу им эту возможность, и обязательно в рамках своей ленты дам возможность вот эту начать действовать прямо здесь и сейчас. Потому что зачастую нам очень трудно именно встать и начать что-то делать. То есть для того, чтобы нам развивать свои коммуникативные способности, нам нужно прежде всего начать говорить. Для того, чтобы развивать свои физические способности, нам нужно встать с дивана и начать делать зарядку, к примеру. То есть вот это вот начало действия, встать и начать, начать писать научную статью, начать её на занятии намного легче, потому что здесь и сейчас ты поставлена в такое положение, или поставлен, когда нужно что-то делать, когда всё равно есть время не встать, не уйти, но есть вот это вот задание, есть, соответственно, куда стремиться, и ты можешь начинать это делать. Вот, мои дорогие, таким же образом, как и написание интервью, написание научной статьи, написание нового сценария, можно начать писать новый сценарий жизни прямо здесь и сегодня. Это значит, что именно здесь и сегодня можно дать себе обещание, что ты начнёшь быть более позитивной или позитивным, более открытой миру или открытым миру, более счастливым, здоровым, активным человеком. Вот таким вот образом для меня и реализуется вот это понятие «любовь к людям», «любовь к жизни» и, конечно же, первое-наперво, «любовь к себе». Вот, мои дорогие, это всё, что я хотела сказать сегодня. К сожалению, всё время у меня нету. Я бы ещё могла, наверное, 25 минут рассказывать мою вот эту вот счастливую позицию, в которой я шла годами, но, тем не менее, нужно бежать. Сегодня день открытых дверей, и я обязательно вас приглашу на дни открытых дверей в Сибирь. Сделаю маленькое видео, сегодня зарисовочку, как это происходило в первом колодце и вообще на горе у нас. И в Сибири тоже буду снимать, я надеюсь, что вы увидите много интересных маленьких зарисовочек на моём канале. Ну а в дальнейшем нас ждут дни ИППС, большие-большие празднования, и я уверена, что многие из вас захотят принять участие в этих мероприятиях. И хорошая новость – это то, что мы в этом году приглашаем всех абитуриентов. Так что, если вы молодой человек или девушка, или если вы родитель вот этого самого молодого человека или девушки, который думает, поступать ли в Сибирский федеральный или нет, то милости просим, смотрите анонсы на моём канале, и также они все будут на моём инстаграме. На этом я точно вам желаю прекрасного, удачного, самого лучшего, самого замечательного и радостного дня. Я с вами прощаюсь, до встречи в моих следующих видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok